Интересно еще одно что, что вот эти бенгриальные коэффициенты можно записать и в явную форму Хотя, может быть, она для вычислений не так уж и удобна В принципе, их мы можем вычислять просто выписывая эту таблицу и можем найти любой бенгриальный коэффициент Выписав таблицу исходящего размера Но хочется иметь явную форму А я ее формулу вот такая n!a делить на k!a делить на n!a где значок факториал, скажем, m!a сокращенно обозначается вот такое произведение всех чисел от 1 до r Ну, слово факториал происходит от слова фактор, что по-ратыни означает множитель m!a сокращенное обозначение вот такого вот длинного произведения Значит, формула бенгриальных коэффициентов оказывается справедливо Формула выберет красиво и симметрично Из нее, например, сразу видно, что вот такой бенгриальный коэффициент в точности, что впадет цикл Потому что в формуле просто поменяется местами два вот этих со множителей Но если мы хотим с помощью нее вычислять То мы сразу заметим, что удобнее вычислять по сокращенной А именно вот по такому Дело в том, что когда мы n!a делим на n!a В n!a просто сокращается с этими И остаются только старшие k!a, которые я и написал n на n-1 и n-1 Ну а k!a естественно остается Поэтому если вы хотите генгриальный коэффициент вычислить, не строя саму таблицу То можно воспользоваться вот такой формулой Почему это так? Как эту формулу доказать? Ну ее, в принципе, можно доказать, опираясь на вот это только Если мы предположим, что для n-ой строки с реугольника Паскаля Мы уже эту формулу доказали Ну то есть вместо c из n пока мы можем написать вот такое число А вместо c из n пока мы можем написать вот такое То если сложить эти две дроби, выполнить некое преобразование То у нас в точности и получится вот такая форму А, то есть, прошу прощения, n-1 n-1 это материал, а здесь будет соответственно n-1 Отлично Я стереоэкономию времени эти вычисления проводить не буду Я думаю, что вы можете это попробовать сами сделать в качестве задачи Так что получается вот такая формула С помощью нее, кстати, легко посчитать число спагаемых вот в этих длинных суммах Я тоже сейчас этого не буду делать Предлагаю вам посчитать это самим в качестве домашней задачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok